пластик мягкий то есть мы когда здесь щупаем он мягкий здесь он мягкий здесь он мягкий вот здесь вот по дверях то здесь на самом деле все мягко то есть смотрите а зачастую почему-то в маркете не маркетинге кто-то один раз первый сказал о том что мягкий пластик это значит панель у вас не будет шуметь но на самом деле это не совсем верно потому что панели шумят как правило гремят не из-за того что они здесь мягкие снаружи а за того что как они крепятся но китайцы молодцы они не стали спорить с этим мифом доказывая о том что наша жесткая панель может не скрипеть они она панель не скрипит но они сделали мягкие то чтобы всякие те кто любит вот так вот пальцем потыкать вот чтобы они взяли вот и подпекли о мягкой панель классно она не будет скрипеть да она не будет скрипеть что касается центральной консоли то есть здесь на самом деле очень интересное решение который в той или иной степени вот это называемая парящая панель но сделали ножки 3 оставили большие кармашки для того чтобы можно было что-то положить то есть но с моей страны пример телефончик или там я не знаю жвачку спрятать вот здесь на самом деле все в пределах досягаемости то есть вот рука везде достает два подстаканника хороший хороший подлокотник тут у нас здесь есть розетка на 12 вольт здесь есть юсб-шечка есть еще аукс вход для того чтобы подоткнуть там тот звуковой прибор так здесь на самом деле очень много всего выведено на кнопки и это очень классно вот потому что даже ручник здесь электромеханический нажали кнопочку он у вас как бы вытянут что и вот так а здесь влазил подсказка о том что было не так то есть смотрите системно достаточно интересно если вы начинаете тупить и что-то у вас не получается то на экран выводится та или иная подсказка что вам нужно сделать то есть на ручник там например ставится у нас надо нажать на тормоз потянуть папа включилась все вот то есть так работает так ну про то как работает климат-контроль я уж особо углубляться не буду ибо это не является как бы ну ключевым моментом климат он и в африке клима двухзонный то есть работает как угодно настраивается что касается аудиосистемы то есть аудиосистема у нас здесь на самом деле с вами все достаточно вот так вот еще даже пленочка не содрано мы сейчас ее аккуратно с вами снимем на этой машине даже мухи еще не как или вот хотя конечно минус 15 как сейчас зимой вряд ли они покакают но вот сделаем вот так чтобы все было видно положим ее вот сюда вот вот то здесь вот такой у нас экран он сенсорный он очень адекватно работает то есть можно включить там даже навигацию локацию то есть загружаются карты сюда пока где мы находимся так можно куда-то даже поехать так новый маршрут полезная информация кстати очень даже так хороший этот так суша совсем выйти вот путевой компьютер бортовик то есть на самом деле знаете вот мне очень нравится что назовем это так смартфоны и планшеты интегрированы в машину то есть когда это все идут и вы же привыкайте в телефоне вот многие вещи делать когда здесь это все также сделано это очень хорошо очень приятно то есть это интуитивно понятно и самое главное заключает что вот знаете чем хорош цифровой мир когда цифра интегрирована в автомобиль то что это все перепрошивается в любой момент то есть например придет какая-то новая прошивка или новые функции то есть вы заехали вам подоткнули разъем диагностические перешили например там магнитолу или центральную панель как угодно вот и у вас стал что-то по-другому это вот не помните помните может быть были такие моменты когда раньше там я хочу пересветить панель приборов и вам надо было вытащить перепаять эти лампочки светодиоды чтобы вас стал по-другому не как у всех то есть я думаю что эта машина в том числе для каких-то умельцев которые не будут бояться здесь экспериментировать но в принципе возможно кто-то будет экспериментировать хотя что как касается по мне все хорошо адекватно то есть читаемо крупно все понятно как выйти куда выйти что надо сделать нажимая кнопку home вылетаем назад кстати режим работы климат-контроля сюда например даже тоже выводится телефон сопрягаемся по bluetooth у радиоприемник видео можно посмотреть а видео это мы такая флешку смотрим видеоролик то есть все очень просто прогнозируем интуитивно понятно то есть смотрите я сейчас не учился я обращаю внимание все интуитивно понятно то есть я не учился что здесь делать то есть перед съемкой я просто сажусь и вот на вскидку тыку я понимаю что навигация телефон возврат назад хом домой вот то есть выбор дороже к радио здесь медик послушать все интуитивно понятно то есть китайцы молодцы джили молодцы они сделали именно так что ты садишься и тебе все понятно что здесь делать куда втыкать что касается дизайна то есть про мягкую панель сказал вот это центральная линия она на самом деле вот этот черный пластик вот и вот это вот как искать там анодированный алюминий что ли по дизайну он очень гармонично все разбивает то есть такая в некая буква т кто-то и увидит кто-то вид какие-то более сложные формы но самое главное что это не вызывает отторжение то есть это не какие-то знаете там бывает а в цвет дерево или коричневатые темы то есть это очень стильно выдержанный дизайн то есть архитектуры вот этой всей панели приборов то есть комбинации то есть как все это смотрится на самом деле если назовем это так садиться в эту машину закрытыми глазами и закрыв шильдик то я конечно говорю что китайцы улучшаются но вот даже не подумаешь что это китайский автомобиль то есть это действительно очень качественный аппарат то есть который можно ну кто-то японские черты увидят кто-то немецкие кто-то там какие-то может быть американские вот кадиллак был когда-то видимо логотип похожий вот то есть в таком-то духе то есть панель хорошая легкая то есть здесь она не давит то есть не тяжеловесно нас с вами очень хороший бардачок то есть листы формата а4 документы кинули он вон как даже он мягенько открывается для того чтобы не было никаких проблем а момент который я хотел проговорить про регулировку на садится у вас сзади кто-то и вам надо это кресло пассажирское сдвинуть вперед то есть тянутся сюда в стандартных машинах нет то есть здесь на самом деле есть другая регулировка берете лезете и делаете немножко про именно рабочее место водитель назовем это так так что у нас тут тоже пленочка давайте снимем ее смотрите комбинация приборов это экран то есть когда мы глушим машину у нас это все выключится смотрите что происходит папа это просто красота все их сигнализирую что у меня моя дверь открыта погнали заведем машину так происходит процесс запуска машины то есть это просто экран взяли все посмотрели сюда выводится куча информации как угодно в любой момент это потом может где-то возможно даже будет перепрошиваться того чтобы дизайн поменять панели приборов то есть машина на самом деле очень классно так что касается руля руль классный у руля есть такая штука ну скос это же такой знамек даже на спортивность а возможно очень пузатым людям будет даже хорошо так садиться на самом деле это побольше часть нужно для того чтобы ходить и выходить чтобы колено вот на длинной ноги как у меня у меня рост 183 ну чтобы я спокойнее проходил выходил так мультифункциональный руль то есть у нас здесь есть круиз-контроль у нас здесь есть управление различные то есть аудиосистемы прием звонков то есть увеличение уменьшение громкости теперь внимание смотрите вот это вот этот рычажок и с этой стороны точно такой же рычажок уже неоднократно упоминался один скандинавский бренд до автомобильных то есть вот это она прям вот настолько адекватно качественно то есть сделано что она прям вот как как там как оттуда то есть ты едешь тебе все доступно все удобно вот то есть а дизайн великолепнейший эргономик тоже великолепнейший потому что я в принципе вот своим ростом 183 сантиметров сажу здесь очень легко очень хорошо то есть класс смотрите здесь а у машины есть преднастройки то есть можно здесь есть три режима езды то есть норма эконом и спорт внимание в панели приборов даже это отражено когда мы нажимаем эко ном режим у нас включается что-то такая зеленоватая подсветка когда я включаю спортивный режим у нас переходит в красные тона вот или опять в нормальный то есть даже не помню в каком режиме вы едете вы можете как бы это все видеть на экране когда-то давным-давно китайские инженеры стремились просто сделать что-то какой-то автомобиль но сейчас я хочу сказать что это же качественные аппараты потому что в дизайне они доходят тот называемых штрихов элементов мелочей это мелочи которые на самом деле знаете вот когда садишься в машину попроще или подороже то вот эти мелочи они как раз таки и дают ощущение того что качественный автомобиль интересно что он продуман то есть смотрите даже вот такие вот решеточки вот таким узором здесь здесь то есть в комбинации здесь периодически вот они используют то есть это одинаковое то есть это продумано это не просто так случайная какая-то решетка такого красоты такого качества эту систему вот как видите даже с пищалочками вот ручки то есть вот он какой дизайн то есть это все выверенна то есть это все класс то есть вот здесь вот у нас если дизайн идет он продолжается в дверь то есть когда мы дверь закрываем нас тут получается единое целое то есть панель как бы перерастает в двери то есть ну вот те самые мелочи из которых складывается общее ощущение качественного добротного сконструированного и придуманного и дизайнерстве разработанного автомобиля И последнее, о чем хотел рассказать, потому что, когда мы вначале, я рассказывал про дизайн, это забыл сказать. Зазоры. Ребята, по зазорам, как правило, определяется качество сборки автомобиля, качество того, насколько инжиниринг, насколько само производство, насколько производственной мощности способны сделать именно качественный автомобиль. То есть здесь зазоры равномерные, одинаковые, маленькие. То есть здесь нету кого-то так, чтобы это как-то криво приклеено. То есть здесь, если даже говорить, например, про какие-то панели, то здесь, смотрите, здесь все хорошо, качественно сделано. Какие-то, опять-таки, эти мелкие элементы. То есть автомобиль действительно сделан добротно, сконструирован добротно. То есть это Gilly Atlas. А, еще забыл про простор. То есть машина большая, то есть мы понимаем, да, что она большая. Но большая ли она на самом деле внутри? Потому что иногда бывает так, что машины бывают большими, но сконструированы, а не так, что сидит тесно. То есть я здесь 183 сантиметра. Я сидел так, что я максимально отобил передний сиденье назад. Будем пытаться уместиться сзади. Садимся. Это я сидел спереди. Смотрите, 183 сантиметра длинные ноги. Я сзади сижу, так что у меня куча места свободного. Теперь внимание. По поводу того, насколько удобно сидеть. Место сзади мягкое. Если, то есть сажаем детей. Дети начинают ногами стучать даже сюда, то это пластмасса. Вот, кожа здесь все сминает. Ну, как бы все смывается. Все смывается. Вот. Опять-таки. О, пленку забыли снять. Я говорю, мы сегодня уже пленку много раз снимали, да, то есть машина прям абсолютно новая. То есть эти же самые решеточки здесь, эти же самые дизайнерские линии здесь. То есть здесь все хорошо, все классно придумано, все классно сделано. То есть сходить, выходить, ну да, конечно. Но это же кроссовер в любом случае. КОНЕЦ